Здравствуйте, дорогие друзья! Что хотелось сказать? Ладно, планы будем корректировать по ходу дела. Барды есть барды, вовремя не собираются. Почти все. Поэтому будем пытаться сделать то, что мы сможем сделать. Давайте представим себе, минуточку, что мы собрались на слет. Те, кто был, многие здесь присутствующие, знают, что это такое. Для меня это началось в середине 80-х. Вот традиционный слет, когда мы с ранней весны до поздней осени, в выходные дома, отсутствовали всегда и были там. Ну, представьте, что примерно это... Не с этого хотелось начать, но... То есть слет уже начался. Он, как бы еще ни пошел, первые люди поставлены на палатки, горит костер. И вот кто-то уже дергает струны, первый начинает, потихоньку подтягивается на рот. В моей жизни таким первым очень много и часто был Андрюша Леонкин. Ой, а, кстати, а на тему фотографий у нас как бы просвистели еще и с этим. Ох, ну ладно. Андрюша Леонкин. И вот, считайте, что я сейчас вместо него... Писенка из ненаписанного спектакля «Заповедник бартов». Ну, понимаете, заповедник служит для сохранения вымирающих, исчезающих видов. Вот так, видимо, еще в те времена Андрей себе представлял судьбу авторской песни. Веткой сосной по струнам ударишь, От тишины мураши по спине. Вечный костер на гранитной гитаре. Контур палатки на серой стене. То, что осталось, не так уж и мало. Сколько нас было на этой стезе. Кто-то прорвался в концертный зал. Кто-то остался на пленках друзей. Ах, КСП, ни поминок, ни кризны. Только на лицах печаль, как печать. Висбор и Галич. Галич и Висбор, вы начинали, вам и кончали. Спойте, ребята, простите за грубость. Спойте последнюю про облака. Вижу беззвучно шевелятся губы. И в холостую по струнам руками. Веткой сосновой по струнам ударишь. От тишины мураши по спине. Вечный костер на гранитной гитаре. Контур палатки на серой стене. Контур палатки на серой стене. Спасибо. И гораздо лучше про меня расскажут об Андрее Ленкине. Его коллега. Андрюша был врач по профессии. Барб по призванию. Его коллега-друг, я, он сам скажет, Дмитрий Иванов. Дмитрий Иванович, я, он сам скажет, Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, я, он сам скажет, Дмитрий Иванович, я, он сам скажет, Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, я, он сам скажет, Дмитрий Иванович. Хорошо слышится. Потом гитару слышно и голосы не слышно. Еще не хотелось бы чужую гитару, конечно. Давай читать вот. А Дрюша Леонкин, он на 5 лет был старше меня, мне 63, познакомились в стройотряде и потом всю жизнь дружили, благо жили недалеко друг от друга. Вот он действительно замечательный, на мой взгляд, поэт и недооцененный в КСП-шных кругах. Он сам писал песни, у него был не очень-то такой голос, ну, слух, голос и гитара у него были не очень. Он сам пытался писать песенки, мелодии, со слухом было не очень, поэтому, когда он исполнял какие-то чужие песни, ему говорили, что ж ты делаешь, ты как бы не так это делаешь, тогда он отчаялся и начал писать свои. И такие у него получилось очень даже неплохо. Вот. А Дрюша писал постоянно, всегда много. Вот. Ну, несколько песен, несколько песен, у меня там до него достаточное количество песен, что позволяет лимит времени. Ну, как так получается, что в основном это грустные песни. Когда в кипении застолья, тебя обнимет, не мотает. Ты вдруг почувствуешь невольно, что там, где раньше было больно, Не благодать, а пустота. Ты закричишь, но кто услышит, Кто вздрогнет на беззвучный крик. Ты стал, как все, смотри, всевышний, Каких пределов он достиг. Твои мажорные аккорды, Твои беспечные слова Звучат уже не очень твердо. Лицо твердо, Лицо твое хамельная морда, И под глазами синего. Остановись, если ты без зуба, ПЕРУЙ ПЛОДЬ ПЛОДЬ ДУША МОЛЧИ, ПЕРУЙ 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 ПЛОДЬ ДУ faultsn Господь спасит нас от напасти, Найти свой рай в засторье Там, костер души да не погаснет, Костер души да не погаснет, Пусть даже залит и вином, Пусть даже залит и вином. Без переходов, без говорильней я просто буду, чтобы успеть больше спеть. Я россиянин, кровь моя густа, Она замешана в языческих реках, Она процежена сквозь под тысяч плак. О, кровь моя, великий хор племен, От ним ушли, но все во мне живут, Смешение дравов, культов и времен, Бездонный омут, праздников и смут. Я россиянин, гений и палач, Я россиянин, каждый из богов, В моей крови купался хоть разок, Но выходила кровь из берегов И поднималась выше образов. Моя Россия, храм мой и тюрьма, Я возводил, тебя я разрушал, На пенисталах я сходил с ума, Но только боль верила душа. Я россиянин, гений и палач, Я восходил на трон и падал вниз, Смотрел на горизонт сверху жекомач, И сквозь решетки собственных темниц. Не предсказать мне завтрашнего дня, Клонюсь к сахе, к земле и к роднику, Лечу с обрыва, падаю с коня, И под собой гранатырую чеку. Да, ну не я. Чего? Не выступал. Баллада в утреннем поезде. Когда от поворота до дрожи В скулах резко приветственно фальшиво, Твой поезд покричал На утреннем перроне. Я выстроил оркестр На левом фланге скрипки на правом трубачи. На утреннем перроне Я выстроил оркестр На левом фланге скрипки на правом трубачи. Отчаянно волнуюсь, как в первое свидание, От слабости в коленях стараюсь не упасть. От сладкой боли стонет, От радости жидает На левом фланге скрипки, На левом фланге нежность На правом фланге страсть. От сладкой боли стонет, От радости жидает На левом фланге скрипки на правом трубачи. От сладкой боли стонет, От радости жидает На левом фланге скрипки на правом трубачи. От радости жидает На левом фланге скрипки Память как звона Летим Да Отлично Отлично Извините, Радим Нормально Нормально Ну, как-то уж и болтаю У Андрюши Всякое бывает Да, всякое бывает Значит, у Андрюши была такая привычка еще тучу друзей, пишущих музыку. Он напишет стихи и сразу нескольким раздает и потом собирает музыкальные варианты. Вот эта песня на последней шиши тоже существует его собственные еще штуки три вариантов. Ну, как говорил Андрюша, мы предпочтители. Значит, в стиле вагантов поется за столом с пивой с пивой кружки, с кружкой пива в руках и раскачивается. На последние шиши Я купил карандаши И на выцветших обоих вывел лозунг не греши Но чтоб стать чуть-чуть счастливой Я рисую бочку с пивом Она не в тоске любовной Толстый рак с изящной облой Я подумал А вот балда Завтра всем грозит беда Горликом бом-бом-головка, А у нас одна вода. В темном дальнем уголочке Я еще рисую бочку, Она не в тоске любовной, Толстый рак с изящной облы. На последние шиши Я купил карандаши, И теперь мои обои Стали чудо хороши. Там, где бледные цветочки, Нынче бочки, 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 И везде в тоске любовной, Толстый рак с изящной облы. Ла-ла-ла-ла... Ну, давайте представим, что теперь мы отошли от костра. Посмотрите, послушайте на концерт, который идет на сцене. Об этом я еще после скажу. Вот, а на сцене, конечно, замечательный Андрей Ширяев. Писатель, поэт, бард, многих очень талантов. А, ну, его сейчас вот представит Алина Симонова. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Спасибо. Ну вот, 18 октября была новая дата ухода Андрея. В 2013 году его не стало. Мы любим его, помним. Проводится ежегодный фестиваль в Гиперионе. В день рождения поэта, 18 апреля, приходите к нам. Мы выпускаем его книги. Книги «Латинский камертон» и «Случайный ангел», которые очень понравятся любителям истинной поэзии. Они еще в доступе, их можно найти в Москве. А мы пишем песни на его стихи, вспоминаем о нем. Вот как подношение поэту в день рождения ежегодно на фестивале делимся новыми песнями. И я спою вам несколько своих песен на стихи Андрея. Но прежде короткое стихотворение. Облако причаливает горе, к облаку причаливает самолет. Так ли уж важно в этой простой игре, кто и кого насколько переживет. Братское небо, влажная простыня. Звезды ложатся в пашню, плечом к плечу. Синя двудольная, космополитая, меня. Пусть закопают в космос. Я так хочу. Вечный мальчишеский голос читал. Мальчик читает стишок. Тысячу лет он приходит с пустого листа. Девочка трогает лист, но не видит лица. Девочка слушает, девочка слышит слова. Мальчик читает, по шелку стекает смола. Девочка слушает, девочка слышит слова. Мальчик читает, по шелку стекает смола. Веер касается воздуха, воздух искрит. А губы касаются слов, вспоминая. Санскрит, тает янтарь на ладони. Поет вдалеке древнее время. На древнем чужом языке. Девочка слушает, девочка слышит слова. Мальчик читает, по шелку стекает смола. Девочка слушает, девочка слышит слова. Мальчик читает, по шелку стекает смола. Мальчик читает, по шелку стекает смола. Мальчик читает, по шелку стекает смола. Мальчик читает, по шелку стекает, по шелку стекает. Я не знаю, как зовут нашего прекрасного звукорежиссёра. По желанию чуть больше обработки на голос. Мне очень нравится, как звучит гитара. А голос пусть больше летит, побольше хола, пожалуйста. Спасибо. Все эклектично, дорога в небо, уходят боя. Их провожает огонь зенитный до поворота. Ты встретишь Бога, и ты попросишь, скажи мне, кто я. Он удивится, и он ответит, скажи мне, кто ты. Песок и замок, и вы затрётесь в хрустальном грунте. В звенящей башне, слоновой кости, пустой сорвоне. Берета будет нужнее соли, сильнее гёте. И выше счастья бездонной кошки на скотобой нет. Уходят царства, цари стареют и пишут песни. А сотворения, да сотворения не так уж много. Ты видишь это его глазами, он счастлив есть. Ты видишь в разрезе сердца и в плане Бога. Перекадровка, клубятся овсы, дрожа и жалясь. У гавиленов ползёт основа, решают нити. Ты аллергичен, он эклектичен. Какая жалость! Уходит солнце, и снова двор горит в зените. Уходит двое, и снова солнце горит в зените. Уходит двое, и снова солнце горит в зените. Уходит двое, и снова горит в зените. Розчерк ветра взбегаю по клавишам чёрным петлянью, Нежным, яростным, сумасшедшим ловлю края. Отпилаю от края, зажмурившись, боль, рояль. Летая лестница, искры за длинным прозрачным телом. Эта чаша похожа на море чуть ниже губы. На горячую точную ноту покажет глаз. Саксофоны, зонатый воздух, щекочек губы. Ты не видишь меня, но зачем ты играешь? Саксофона, зонатый воздух, щекочек губы. Уходит двое, и снова солнце горит в зените. Уходит двое, и снова солнце горит в зените. Позабытое чувство жизни, ритмичный свет Заливает зрачки и срывает с бокала в пену. Но, прощаясь, махнув рукой, ухожу сквозь стену. Улыбаешься вслед, ты всегда улыбаешься вслед. Аа-ха, улыбаешься вслед. Ты всегда улыбаешься вслед. Аа-ха! Браво! Браво! И концерт продолжается на сцене, опять же теоретически, как вы понимаете, Сергей Каплан, великий организатор, бесконечный абсолютно выдумщик и фантазер, который создавал какие-то свои меры и проекты, руководил Кольским Бугараком много лет на Грушинском фестивале. И его сейчас представит Александр Сафронов. Добрый вечер. Да, действительно, Сережа Каплан был таким человеком. Он был создающим, созидающим, кроме того, что он писал всяческие хорошие стихи и песни, придумывал какие-то он такие штуки. Но все равно самое главное, что о человеке говорит, это творчество. А мы с ним в свое время писали песни, поэтому я попробую на его стихи спеть. Все, что было не зря, Но опять начну в сентябре, но, конечно же, опять Не так, а не так. И криво, и от шелухи, и трухи, я свои очищу стихи. И поможет в этом мне мой рыжий сентябрь. И сентябрьский заоблачный плач Налипает на лиственный плач. И любви моей кутерема Яростно стучится в домах. Но, увы, не к тебе, не к тебе По бездомной бродячей судьбе. Осень перепутав с весной Ты палишь апрель не со мной И пылают дыней костры Осенней листрой Былого И в лучах весеннего дня Ты уже не помнишь меня Я же в рыжем сентябре Живу, как и жертв И снова Рыжая заносит печаль Стынет листопад на плечах И сентябрьский заоблачный плач Налипает на лиственный плач И любви моей кутерема Яростно стучится в домах. Но, увы, не к тебе, не к тебе По бездомной бродячей судьбе У своей души на дворе Поищи меня в сентябре Там, в размытом рыжем сне Мы все-таки есть Мы живы И я тебе спою наизусть Всю свою бездомную груз С рыжей сценой сентября Под этот мотив Дождливой И любви моей кутерема Яростно стучится в домах. Но, увы, не к тебе, не к тебе По бездомной бродячей судьбе По бездомной бродячей судьбе Рыжая заносит печаль Стынет листопад на плечах И сентябрьский заоблачный плач Налипает на лиственный плач Все, что было, было не зря Рыжая заносит печаль Спасибо большое Уже в январе, 22 января 20-го года Уже будет 10 лет, как нет, Сереже Каплана Я с друзьями провожу фестиваль «Кружка» Он в памяти Сережи Каплана Будет проходить 24-26 января В интернете все можно по фестивалю этот найти Ну а дальше песенка в «Антракте», Которую мы с ним когда-то написали И до сих пор Кольский бугорок На Грушинском фестивале этой песни Открывается и закрывается Песенка в «Антракте» Нас ангел водил по беспутной судьбе Мы рвали с ногу с баутинки И каждый со временем выбрал себе Кафтан и колпак и ботинки И все это было с чужого плеча Но вырост был не по росту Мы лопча, топача, хохоча Прощали прошедшие просто Временем жены, клевые клоны Крутим судьбы колесо В мире насыщенном стань теплым Чуть будет и вам колосок И каждый из нас до небес доставал И нажил от этого грыжу И каждый из нас несомненно бывал И черным, и белым, и рыжим Коленки разбиты и ситы носы Ножки всегда на макушке Мы реже и реже считаем часы И старость нас держит мамушки Временем жены, клевые клоны Крутим судьбы колесо В мире насыщенном стань теплым Чуть будет и вам колосок Временем жены, клевые клоны Крутим судьбы колесо В мире насыщенном стань теплым Ничего не забыла колосом. Он из тех людей, кто не сидит на месте. Вообще он родился в Питере, жил долго на севере, потом снова жил в Питере, потом уезжал в Израиль, потом в последние годы жизни жил в Крыму, похоронен в Симферополе. Но Москва, конечно, на него тоже сильный отпечаток наложила, естественно. Москва на всех накладывает свой отпечаток. И в Москве, конечно, он писал много хороших песен. Но я помню, как раз тут московский был у него период, когда он написал песню, называется она «Скорая зима». Это полностью его вещь. Я ее сейчас вам спою. В том краю, где скоро зима, Где апрель уже невозможен, Что нам остается, Сережа? Сонно пьем осенний туман И не проморозил лесок, Задубил холодную кожу, Что нам остается, Сережа? Поделись последний глоток Скоро зима Скоро зима Скоро зима Скоро зима В том краю, где скоро зима Позабылось, было ли лето Свет любого яркого света У меня напоминает обман Манит издали белизына Холодно пока что не очень Что ж, Сережа, прожито осень Только будет нам без вина Скоро зима Скоро зима Скоро зима Скоро зима Может быть еще на чуть-чуть Запретем где вишняка весенний И дышать тепло воскресенье Скоро зима В инор засобираемся в путь В ту страну, где скоро зима Где апрель уже невозможен Что нам остается, Сережа? Субтитры создавал DimaTorzok Скоро зима, скоро зима Песни тебе уже 15 лет Ну, мы с Серегой считали И я считаю, что она у нас Одна из самых главных песен Вот я ее на ваш суд Сейчас представлю Друг мой тревожится вроде бы нечего Жизнь начинается с доброго вечера Знать мы на верном пути Знать мы на верном пути Кто на восток, кто на запад Затылками С полными наполовину бутылками Скоро должно расцвистеть Скоро должно расцвистеть С каждой минутой все ближе мы Ближе мы Солнце набухает зайцами Рыжими Кружку и значит пора И значит пора Снова былого пружину накручивать Снова над уныней жизнью Почупчевать Втаскивать в нынче вчера Втаскивать в нынче вчера Главное жить, сколько в жизни Не минуло Ясно ли то, что нам вечность Подкинуло Или не ясно совсем Или не ясно совсем Что бы там ни было, жизнь продолжается В солнечной крошке звезда отражается Доброго вечера всем Доброго вечера всем С каждой минутой все ближе мы Ближе мы Солнце набухает зайцами Рыжими Рыжими Кружку и значит пора И значит пора Снова былого пружину накручивать Снова над уныней жизнью Почупчевать Втаскивать в нынче вчера Втаскивать в нынче Вчера 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 Доброго вечера всем! Спасибо! Спасибо! Ну и вот, построивши сцену, которую, впрочем, уже послушали, в костра появляется Михаил Муратов, но его не все знают, но те, кто знают, помнят. Сергей Гороховский. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, сейчас пару песен Миша Муратову спою. Это близкий мой товарищ, член некогда существовавшего объединения «Победный ветер». Авторы песен и стихов. Вот такая вот осенняя зарисовка. Как вкусно пахнет ранней осенью, Ещё леса одежд не сбросили, И птицы не собрались стаями, Чтоб разлететься в страны дальние. Ещё лотошники на улицах Под ветром липы не сутулятся, Ещё спать дождём не вымочен, А брод природою не выплачет. И в маскарадном одеянии К нам тихо входит осень ранняя, Дымком над трубами, над печкою, Туманом утренним над речкою, И с грибниками, с электричкою, На рынках с суетой привычною. А во дворах скакалки классики, А в школах снова первоклассники. Как вкусно пахнет ранней осенью, Ещё леса одежд не сбросили, И птицы не собрались стаями, Чтоб разлететься в страны дальние. Вагоны с побережья южного Отпускниками перегружены, Воздушным шагом незаметная Сменяет осень время летнее. Над бульваром сгустились печенья краски, Спит в кроватках, устала сапятит варат, Снятся ей чародей из маминой сказки. На бульвар опустилась влюблённых парад, Двое рядом сидят, Сдыхли гордо звуки, Крузной поступью дня ушёл далеко. Голова на плече, Рук касаются руки, Синий сумрак окутан в фигуре легко, Голова на плече, Рук касаются руки, Синий сумрак окутан в фигуре легко, Это будет потом сгукость серого быта. Рыбкий кухонный чад, Тёща, день из микро, А пока лишь на первой странице раскрыта, Это дивная книга с названием «Любовь», А пока лишь на первой странице раскрыта, Это дивная книга с названием «Любовь», Двое тихо сидят на бульварной скамейке, Нет для них никого, Только он и она, Только бьётся, Олеет зелёной змейкой, Где своё серебро разбросала луна, Над бульваром сгустились вечерние краски, Над бульваром опустились влюблённые паски. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это Гриша Чумилин, Тоже наш близкий друг, Прекрасный исполнитель, Но отчасти автор цыганских песен, Сам он какое-то время жил в таборе, И изучил, Сказать их, Не просто песни, А их жизни. Работал с театром «Ромэн», Так что там всё было более чем профессионально. Художник-аэрограф, А мы мастер на все руки. Вот вы понимаете, Это начинается как островая часть, Когда каждый может пристать. ПЕСНЯ 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 Пойду туда, Куда глаза Возьму с собой, Что под рукой Спою о том, Что на душе Укрою снегом с головой, Так и судок чужих дорог, Как лёд каючая ветра. А где в домой, да на покой, Да николад, да ведь ворог? Тогда же Бог мне уголок, Где я бы смог на пассажок, Да за хмельвым, да за столом, Да любить с горя, а потом. Да никого, да ни двора, Да никого, да ни души. Давным-давно прошла пора, Теперь зачем нас пеши? А теперь у нас перерыв на чай. Кстати, о чае, там стоит коробочка, И на чай, ну да, вы меня понимаете.